Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Я вам показываю, как в программе Adobe Illustrator собрать бесшовный принт, точнее это рапортный принт, который визуально размывает границы рапорта и непонятно, как он повторяется. Мы его создавали в черно-белом формате. Если вы помните, можете посмотреть видео, как мы это делали. Там я подробно все рассказываю, как создать принт в Adobe Illustrator при помощи панели Pattern Generator. Создание узоров. А сегодня мы с вами поговорим о том, насколько важны цвета и насколько можно поменять принт, имея одну вариацию, но при этом просто поменяв цвета. Я создала бесшовный принт, как делать, можете смотреть в предыдущих видео. И к этому принту мы сейчас будем подбирать разные цвета. Я изначально ему задала 4 цвета. Вот смотрите, у меня палитра. Я ее добавила сюда. Как добавлять, сейчас тоже расскажу. Что нужно сделать? Поскольку данный принт, он у меня создан без цвета фона. А именно, если я возьму прямоугольничек и подложу его под этот принт, видите, что у меня цвета фона нет. Многие этим мучаются и начинают что делать? Начинают под принт, сейчас сделаю копию, чтобы было понятно, подкладывать в прямоугольнички. В принципе, такой метод может быть, да, и вы действительно такое можете сделать, но это не совсем корректно, не совсем правильно, то есть заливка не является частью принта, а является каким-то дополнением. Как это сделать? Мы берем с вами принт, он у нас созданный в узорах, в панели образцы, вытаскиваем его оттуда, вот здесь вот в панельке, и перетягиваете его, соответственно, на свободное место. Смотрите, какой бы вы ни выбрали форму, ромб со сдвигом, у вас программа все равно автоматически определяет либо прямоугольник, либо квадрат, по которому данный принт рапортуется. И видите, я когда все вместе выделяю, вон он у меня мой прямоугольник. Это и есть тот самый прямоугольный рапорт. И вот этот рапорт мы можем с вами залить фоном, и он у нас будет гармонично смотреться. Что для этого нужно сделать? Выделяем все, правой кнопочкой мыши разгруппировать, и вот он у нас с вами прямоугольничек. Теперь мы этому прямоугольничку задаем цвет. Но, смотрите, если мы сейчас вот это все вместе возьмем, закинем это в панель, где у нас формируются принты, и попробуем из этого создать принт, то все у нас будет хорошо. Здесь программа поняла, иногда не получается, и нужно тогда создать дополнительный еще прямоугольник без цвета и без заливки. Нажимаем Ctrl-C, Ctrl-B, правой кнопочкой мыши, монтаж на задний план, и убираем цвет контура и цвет заливки. Все вместе выбираем, и у вас вот этот метод дает 100% попадание в то, что у вас будет правильный принт. Вот мы теперь создали второй принт, он у нас с цветом фона. Я специально уже создала, чтобы было понятно, потому что у этого цвета фона нет, а у этого есть. И вот теперь смотрите, насколько яркое влияние будет оказывать цветовая гамма. Как создать цветовую гамму? Например, я вот уже несколько создала, одно оставила, чтобы показать, как это создается. Я беру прямоугольнички, этими прямоугольничками прокрашиваю их в нужные цвета. Вы можете переснять цвета понтону, например, или взять те цвета, которые вам нравятся из головы, либо же посмотреть какие-то цветовые сочетания, посмотреть сочетания, которые вам рекомендуют на выставках и так далее. То есть это формируется, это уже художественный такой момент. Я сейчас именно технически тогда рассказываю. Я здесь взяла четырехцветный принт у меня. Соответственно, один цвет фона и три цвета, которые участвуют у меня непосредственно в самом узоре. Беру мои четыре цвета. В панели образцы вот здесь есть такая штучка, называется «Новая цветовая группа». Она как папочка, как файлик такой выглядит. Нажимаем. Можете ее назвать, можете не называть. Вот они добавились. Все, туда закинули. И это очень-очень удобно. Сейчас я вам покажу, как это все будет смотреться. Так, теперь мы с вами будем работать с принтом, который у нас уже есть. Давайте я создам четыре копии. Вот. Соответственно, смотрите. Данный принт на белом фоне, данный принт, соответственно, на синем фоне. Что мы теперь можем сделать? Мы можем цвета поменять местами. Выбираем прямоугольничек, который залит этим принтом. Вот здесь вот у нас с вами есть «Перекрасить графический объект». Нажимаем. И смотрим функцию. Мы будем работать только в рамках этих четырех цветов. Вот здесь вот есть «Случайно изменить порядок цветов в принте». Нажимаем. И у нас поменялись цвета местами. Вот смотрите, вот здесь вот видно, что происходит. Нажимаем еще раз. Оно еще раз меняет. То есть, используя наши четыре цвета, элементы меняются местами по цвету. Смотрите, насколько разное получается восприятие от принта. При этом она элементы меняет. Видите, здесь стал элементик желтый, здесь стал зеленый. То есть, я могу посмотреть по наполненности, по насыщенности, как это будет все восприниматься. Ну, допустим, вот мы оставим вариант с желтым принтом. Давайте еще другой выбираю. Опять нажимаю на это же окошко «Перекрасить». И еще раз меняем местами. С красным фоном. И вот смотря на эти четыре принта, уже совершенно абсолютно разное восприятие. Здесь у нас другой цвет. Здесь добавился белый цвет. Если мы захотим здесь, например, один из цветов поменять и сделать его, например, белым, я его нажимаю и вот здесь могу отрегулировать. Видите, у меня появился белый цвет. Поменяла всего один единственный цвет. Или, например, вот у этого принта поменять цвет фона на другой. На любой другой, какой я захочу подобрать. Здесь можно задать у меня по цвету, какой мне нужен, его туда поставить. И вот смотрите, как сильно и как ярко влияет вот этот вот цвет, который мы задали, на то, как будет восприниматься принт. Я подобрала еще несколько цветовых гамм для того, чтобы показать, как один и тот же принт будет у нас выглядеть в разных цветовых гаммах. Я сейчас сделаю по два принта, но тоже у них поменяем цвета. Два, три, четыре. Скопировала. Теперь смотрите, пробуем сделать первую гамму. Сюда переходим, тоже перекрасить графический объект. И вот они мои цветовые группы, которые я создала. Я сюда нажимаю, принт стал совершенно другим. Видите? Сейчас покрупнее, да? Вот. То есть я не руками ничего не переделывала. Я собрала цветовую гамму. Она у меня тоже состоит из четырех цветов. Просто ее выбрала и она у меня поменялась. Теперь я могу автоматически менять цвета и смотреть, насколько это будет гармонично. И подобрать тот вариант, остановиться на том варианте, который я сочту наиболее актуальным. Принт у вас будет полностью готов. Можно его использовать, забивать в эскизах и так далее. Давайте два разных оставлю. Один сиреневый. И вот здесь она вам создает новый принт. То есть, когда вы сохранили новое цветовое сочетание, у вас на панели образцы получается новый цветовой узор. Вот. Это одна цветовая гамма. Давайте еще одну сделаем. Я их сохранила. Вот они у меня все цветовые группы. Их можно назвать для удобства. Так, как вам комфортно будет работать. Давайте вот такой вариант. Да. Сохранился. Еще один вариант. Видите, может быть со светлым фоном, может быть с темным фоном, может быть с зеленым, с оранжевым. И в зависимости от того, какое процентное соотношение у нас с вами получается, мы получаем совершенно разные ощущения. То есть, уже можно подбирать. И вот таким образом, когда вы, например, требуется вам сделать цвета модели, вы можете создать себе некоторое количество принтов и уже в общем глазами посмотреть. У меня есть такой совет, который я использую сама. Я часто делаю большую вариативность принтов, для того, чтобы посмотреть, как они будут смотреться. Вот здесь вот такая пастельная гамма. Я специально ее подобрала, для того, чтобы на нюансах посмотреть, как это будет восприниматься. Вот там, например, для пастельного белья, для деток будет хорошо такая гамма. Сейчас мы еще доделаем. Ну, например, вот так. И сейчас последнюю сделаю. И в общем-то, в чем смысл совета? Вы прорабатываете цветовые вариации, после этого файл сохраняете и в зависимости от того, насколько у вас горит или не горит этот принт, его нужно оставить. Если горит, ну, сходите там, прогуляйтесь на 5 минут, дойдите до туалета. Дайте вашему глазу остыть, чтобы он не был у вас замыленным. Вернитесь еще раз, посмотрите. Если есть возможность подождать, а это вообще идеальный вариант, тогда оставьте его до завтра. И вот те вариации принтов, которые вы сделаете, попробуйте их оставить на одни сутки и потом на них посмотреть свежим взглядом. У вас будет совершенно их другое восприятие. Поэтому можно выставить их на худсове, там обсудить. Вот смотрите, что я сейчас сделала. Я получила большое разнообразие принтов, ну, по сути, каждый из них воспринимается по-разному. Если я покажу этот принт и этот принт, то совершенно разные восприятия, целевые аудитории. Я сейчас не меняла размер элементов, не меняла масштаб, не меняла направление, не меняла композицию принта от слова совсем. Единственное, что я сделала, я просто меняла цвет местами. За счет этого получила вариацию. Вот здесь я вручную один цвет поменяла. Здесь же я цвета, вот по стандарту, как у меня программа их перебирала между собой, четыре цвета, так я их и оставила. И каждый принт это совершенно свое. Насколько мощно, насколько сильно цвет влияет на восприятие. Этот принт это одно, этот принт это другое, этот принт это третье. И они могут использоваться в разных целях, для разных задач. А уже технологию, как выбрать, вы, конечно же, можете посмотреть, есть этот ролик. Я в нем там все рассказывала. Если у вас появились вопросы по принтам или вообще по работе в программе, по работе с дизайном принтов, пожалуйста, их задавайте в комментариях. Я буду рада на них ответить. Если есть какая-то тема, которую вы не понимаете, тоже мне напишите. И я тогда сниму какие-то новые ролики, для того, чтобы вам это было более понятно и более доступно. На этом все. Если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео, которые обязательно еще будут на канале. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok